Его называют российским Брэдом Питтом. Хорошо это или плохо? Мы сейчас узнаем непосредственно от Александра Петрова. Приветствую вас. Александр, а вам Брэд Питт нравится? Конечно, отличный актер. Лестно, когда сравнивают? Если честно, то да. Вы считаете, это прежде всего имеется в виду внешнее сходство или какая-то энергетика и актерское мастерство? Ну, я бы хотел верить в то, что это все-таки энергетика. Я не знаю насчет схожести внешней, не могу судить, но мне бы хотелось так думать, что это из-за каких-то энергетических потоков. Вас очень многие люди авторитетные в отрасли, так скажем. Да, я про кино говорю. Сравнивают и с мастерами отечественного советского кинематографа. Я просто вот прочитаю с вашего позволения реплику Сергея Майорова, который был продюсером фильмом «Пока цветет папоротник», так что Саша Петров очень талантливый парень, уникальный невросистемический тип артисты. Такими были Смоктуновский, Борисов, Кайдановский. Это приятно. Вы сами это видите, чувствуете? Не знаю. Наверное, как сказать, неправда была бы, вот программа у вас так называется, неправда была бы, ну, как бы так сказать, что я это не чувствую. Мне хотелось бы так чувствовать. И я понимаю, что это те люди, фамилии которых вы только что зачитывали, их еще очень-очень много, которые отрабатывали на 900% и в кадре, и на сцене, чем сейчас, я думаю, не очень славится ни российское кино, ни российский театр. И мне бы хотелось так же. Ну, то есть я чувствую, что у меня получается иногда, получается иногда так же пытаться отрабатывать на те самые 900%. Не знаю, откуда такая цифра возникла, но это очень много, это нужно больше, чем 100. Ну, то есть не наполовинку здесь, наполовинку здесь, а вот они так жили. Они жили этим. Это все, что у них было в жизни, это вот это. Мне бы хотелось так же. Я думаю, что поэтому иногда бывают такие сравнения. Ни в коем случае не жалеть себя ни в чем и нигде. У вас есть кумиры? Есть. Я не могу назвать это словом кумир, хотя, наверное, оно здесь подходит. Но человек, на которого я обращал внимание и в детстве, и в юности, и сейчас, в молодом возрасте, человек, на которого иногда, не то, что иногда, а достаточно часто равняюсь, это Сергей Бодров, младший. Я понимаю, что младший. А почему? Не знаю. Для себя можете ответить на этот вопрос? Вы знаете, из всех российских актеров, именно из российских, я думаю, этот человек мне ближе всего и по духу, и по тому, что он говорит, и по тому, что он делал, и как он это делал. Я думаю, что та искренность, которая идет из этого человека, откуда-то изнутри, которой обладают крайне мало вообще, в принципе, людей, потому что пытаются это всегда закрыть и ни в коем случае никому не показывать. И это у него есть, и он это никогда не скрывал. И всегда это, ну не то, что показывал, он так жил и так играл. Многие называют это не игрой, а абсолютно проживанием, каким-то существованием, во-первых, таким документальным в кино, и во-вторых, та энергия, которую излучала именно искренняя какая-то энергия, она подкупала людей, и поэтому за ним там полстраны пошло, и окрестили его сразу героем нашего времени. Вы все-таки, вы считаете, элемент того, что он так трагически ушел, он имел значение в создании того культа вокруг Бодрова? То, что вот он то ли погиб, то ли не погиб, а если погиб, то погиб, в общем-то, до сорока? Конечно, мило. Это мысль и этот вопрос, которым я тоже задаюсь очень часто, и я просто себя иногда спрашиваю, ну хорошо, например, там кто-то из людей, возьмем, если мы сейчас говорим про Сергея Бодрова, например, он бы не умер, ну вот жил бы среди нас сейчас, в каком бы кино он снимался, кем бы он был, что бы он делал. Он выбрал режиссерский путь и понял, наверное, и как-то внутренне почувствовал, что, может быть, он более честный в дальнейшем будет по отношению самому к себе, самого к себе, выбрал режиссуру. Я неплохо знал Сергея, там, Светлану его, вдову или жену, не знаю, знаю. И вот меня всегда поражало наличие в нем вот того, что называется контента, содержания, что вот он действительно вот завораживал, при том, что, вот как мне кажется, вот актер-то он играл всегда, ну, условно говоря, ну, самого себя. То есть вот перевоплощений никаких как бы не было. Мне кажется, это не ваш случай, потому что вы-то умеете, ну, то, что называется, играть. Я понимаю, о чем вы говорите, но одно же другому не мешает. Да, но вот это меня удивило, потому что, ну, если вот мы про Гамлета, я, вернее, упомянул Смуктуновского, для меня Смуктуновский, прежде всего, если мы говорим про кино, это вот Гамлет, я не очень представляю вот Бодрова Гамлет. То есть я представляю, что это, опять же, был бы такой Бодров. Насчет Гамлета, кстати, хотел спросить. Вы ушли от Калягина к Меншикову, потому что вам Меншиков и Гамлету предложили это? Нет, там была совершенно другая история. Какая? В какой-то момент Меншиков предложил, Олег Евгеньевич предложил быть у него в театре. Так получилось, что мы искали возможность где-то играть дипломный спектакль, который мы играли в ГИТСе «Божьи коровки возвращаются на землю», Сигарева такая прекрасная пьеса, и пытались как-то сконнектиться с какими-то худруками московских театров. И мы ни на что не претендовали, и в какой-то момент Олег Евгеньевич посмотрел этот спектакль. И понятно, что это не его пьеса, и это не его тема, и это не его спектакль. Спектакль он не взял, но он взял режиссера этого спектакля и артиста этого спектакля. И так получилось, что он предложил и мне, и Валерию Юрьевичу Саркисову поставить Гамлета у него. Но, конечно, тут выбор был очевиден, что... Ну, тут, не знаю, какая-то внутренняя, наверное, внутренняя интуиция сказала мне, что туда надо. Потому что Олег Евгеньевич человек, который меня поражает, это, наверное... Не только вас. Не только меня, да. Наверное, это из вот этого короткого списка артистов, на которые хочется по-настоящему равняться. Вот наряду с Бодровым, я думаю, стоит и Менщиков для меня. К сожалению... Кстати, они прекрасно вместе работали, то есть у них тандемты были. К сожалению, я не знал Сергея, но я просмотрел много его интервью, конечно, просмотрел фильмы, интервью про него, и слышал много историй от людей, которые его знали и так далее, и так далее. Потому что чем-то этот человек близок мне, и иногда я как-то питаюсь какой-то энергией от его фильмов, и от его каких-то высказываний мне действительно очень близко. То же самое, наверное, от Олег Евгеньевича. То есть я понял, что это человек, у которого хочется и учиться, и с которым хочется работать, и с которым хочется сделать чего-то очень крутое, масштабное и так далее в театре. Я понял, что это абсолютно мой человек по духу, и нужно было просто сделать выбор. Хотя только-только выпустился из института, а уже нужно было делать такой выбор. Ну да. Коллеги не обиделся? Я думаю, что, конечно, обиделся. Ну, такой тяжелый был с Сан Санычем разговор. Сан Саныч блестящий, гениальный артист. Не знаю, вопросов ни у кого это не возникает. Но... И прекрасная труппа. Но стены театра и... Ну, наверное, стены. Для меня это важно. Всегда важно. Стены, куда ты заходишь, в какое помещение. И ты сразу чувствуешь, твое это место или нет. Вы называетесь театром, не все же знают. Театр Цитара. Да. Под руководством Сан Саныча Калягина. Да. И для меня стены театра Ермоловой оказались гораздо ближе по духу. Странно, потому что мне казалось, что Бодров и Менчиков это такие полярные разные. Полярные абсолютно. А, да. То есть мы здесь совпадаем. Я думаю, что их объединяет то чувство, которое я бы хотел всегда сохранять и в себе, и находить его в людях. Именно та искренность и та искренняя энергия, которая от них отходит. Никакой, ни капли, ни агрессии, ни, не знаю, каких-то поганых чувств зависти. Ничего такого от них, от этих людей не исходит. Самое такое общее место, когда мы говорим о звездных карьерах, таких как ваша, это всегда вот то, что называется звездной болезнью. Вы в себе отмечали когда-нибудь элементы звездности? То есть ловили себя на этом или нет? Или это не ваш случай? Я надеюсь, что это не мой случай. Иногда, вы знаете, иногда бывает такое ощущение, когда, например, к тебе подходит незнакомый человек, и ты, не поняв, может быть, его, там, как-то ты сам для себя думаешь, что, может быть, как-то неправильно я ему ответил. Ну, по крайней мере, эти мысли преследуют. И каждый раз в общении с людьми ты пытаешься учиться на своих же каких-то ошибках и пытаешься модернизировать свое поведение. Я думаю, что у меня это получается. Но, а какая может быть звездная болезнь? Нет, ну, когда люди узнают, когда, там, создаются, там, фан-клубы в социальных сетях, когда... Вы же сами в одном из интервью рассказывали, что вам в личку, там, в Фейсбуке или, там, ВКонтакте пишут девушки каждый день с предложением встретиться. Это же для очень многих молодых людей, в общем, как бы, ну, мечта, когда, в общем, не ты охотник, а ты можешь заниматься селекцией. Поэтому здесь... Кстати, если мы говорим про личную жизнь, я знаю, что вы не любите говорить на эту тему, я не буду вас расспрашивать на эту тему, но ведь всегда есть элемент мифотворчества, когда либо человек создает миф, либо он создается. Я к тому, что все знают о загадочной подруге вашей жизни, которая вы со школы вместе, я не спрашиваю, кто это или что это. Я к другому подвожу. Как вы считаете, вообще должен ли человек вашей профессии, актер, создавать миф о себе и соответствовать этому мифу? Или он... Или поклонники имеют право знать о том, кто такой Саша Петров. Вы знаете, мне кажется, миф всегда будет создаваться, и это нормально. Ну, то есть какая-то легенда и какая-то загадка в артисте, она должна быть, и она будет так или иначе. То есть если человек интересен тысячам людей, если говорить про голливудских звезд, то это совершенно другие масштабы, миллионы. Если там выделять кого-то, то это тоже некие легенды. Там жизнь Киану Ривза, которая может себе позволить выйти в город и посидеть на лавочке или там поехать в метро. Он так живет, он так привык жить. У него нет особняка за 15 миллионов долларов где-то. Но это тоже как легенда, понимаете? Он так живет. Ну, но это тоже как легенда, про это начинают все говорить. Из этого тоже складывается огромное количество мифов и так далее. Поэтому, в принципе, это нормально. А это, я думаю, это неплохо, это хорошо. А когда вы для себя вот выбрали этот путь? И было ли у вас в самом начале этого пути представление о том, что вы станете звездой? Вы знаете, когда я начал заниматься какой-то театральной деятельностью в театре-студии в городе Переславль-Залесском, человек, которого зовут Вероника Алексеевна Иваненко, просто открыл мне глаза и показал другую жизнь, которая есть. И она гораздо ярче, чем жизнь подростка в провинциальном городе. Футбол, подъезды, пиво, гитара. Там, я не знаю, и мне кажется, что вот, ну там, не знаю, моя молодость, она мне нравится. Ну вот мое юношеское состояние, нежели сейчас у школьников, которые зависают в айпадах и играют в фейсбук, мы выбивали стекла мячами и бегали от охранников в разных заведениях, типа детского сада, потому что пили там пиво на... И я не призываю, чтобы это было, но когда из такой жизни тебя вырывают и показывают тебе театр, и показывают тебе там другую абсолютно жизнь, и тебе это становится очень интересно, и ты понимаешь, что вся твоя энергия, которая бурлит через край, ты можешь туда ее выплескивать, и это круто. И тогда я понял, что да, это моя абсолютно стихия, и мы были на фестивале театральном в городе Похвестнево, Самарской области, там были педагоги из ГИТС по сценическому движению, актерскому мастерству, они мне рассказали, мне очень, мне безумно понравились тренинги, я понял, что это то, чем я хочу заниматься, а если еще мне за это будут платить деньги в дальнейшем, то просто это мечта. А миф-то совсем другой, миф-то такой, что Саша хотел быть футболистом, потом сломал ногу или что-то там? Не новую, там была такая травма, да, которая в тот момент нужно было восстановление, и в тот момент не позволило поехать в Москву на отбор в некую футбольную ассоциацию, чтобы там учиться, доучиться параллельно в школе и заниматься футболом, играть в футбол. Да, конечно, я все свое детство мечтал стать футболистом, мне снились сны, и я видел, что когда-нибудь я выйду на большой, огромный стадион, и он будет забит полностью людьми. Но иногда это чувство так как-то сходится, когда ты видишь огромный зал в конце спектакля, и ты понимаешь, что вот, наверное, это тот стадион из сна. Только тогда я думал, что это будет футбольный стадион, а здесь это театральная арена. А когда последний раз вы были в Переславово? Буквально недавно, я стараюсь туда ездить часто, сейчас не получается часто, но стараюсь хотя бы раз в месяц все равно там приезжать. За какой-то, не знаю, энергетической подпиткой или просто навестить друзей родной? Навестить и за подпиткой, прекрасный, замечательный город с уникальной историей, с уникальной природой и с уникальной энергией, которую ты, конечно, ну как бы к себе забираешь, и это тебе помогает дальше идти. Ну и плюс, конечно, у меня там живут родители, сестра родная, друзья, и они тоже во всем в этом помогают. Сестра, можно, как зовут, старшая? Катя старшая, сестра Катя. Чем занимается? Она занимается, она работает в компании в городе Переславле, начальник отдела, какого, не вспомню сейчас, какого-то отдела, какой-то начальник. У нее все хорошо, она очень умный человек, она закончила с красным дипломом университет, и у нее все прекрасно. А вы в городе знаменитая знаменитость, есть мемориальная тоска. Ну, слава богу. В этой школе учился, Саша. Слава богу. Здесь он выбил окно, нет такого. Слава богу, пока такого культа нет. Ну, люди подходят, обращают внимание, и я не могу. То есть там больше подходят, чем в Москве, допустим? Не знаю, мне кажется, просто, я думаю, примерно одинаково. Примерно одинаково. Ну, Переславлю, понятно, что там просто маленький город, и, конечно, там практически все знают, и для многих людей это, ну, такое какое-то... А когда вы приняли это решение, были ли среди ваших родных или близких люди, которые скептически оценивали перспективы ваши, или вас все поверили сразу? Да не может быть такого, понятно, что... Нет, конечно, вера есть, и она была, но поступить в институт, где там на бесплатное обучение в Москву, где нет никаких родственников, поступить при конкурсе там 500, 600, 700 человек на место, ну, это что-то запредельным кажется, тем более и для родителей, и для всех, не знаю, родных и близких. Театр, ГИТИС, шоу-бизнес, кино – это какой-то такой мир, где, особенно ГИТИС, что, да господи, наверное, там все куплено, наверное, туда невозможно поступить, невозможно попасть. Ну, конечно, такие мысли были, но когда я начал проходить этап за этапом, и когда там с первого тура попал на второй, со второго на третий, с третьего уже там на конкурс, на конкурсе еще несколько этапов отбора, то к третьему туру уже родители рассказывали такие истории, что там, не знаю, папа говорит, я там жарю что-то на сковородке, и минут 10 стою или 15 уже жарю, и понимаешь, что газ не включен. Ну, то есть мысли вот такие были. – Понятно, да, в остров. – Да, абсолютно, то есть только все ждали эсэмэски о том, прошел, не прошел. То есть там болел весь город, что называется. Все друзья, все родственники болели за то, чтобы поступил. – Вы знаете, одна из телевизионных работ у Сергея Бадроя, с которым мы начали, он назывался «Последний герой». И я поэтому хотел бы поговорить о вашей работе в фильме «Неуловимый» до и то, чем «Последний герой». – Давайте, с удовольствием. – Расскажите. – Прекрасное кино, молодая группа, молодой режиссер, молодой оператор, все очень талантливые, амбициозные, энергетически правильно заряженные люди. Хорошая драматургическая история, которая отвечает на многие вопросы с точки зрения и политики, и жизни в целом каждого из нас, и как нам нужно поступать, и как нам нужно, какие решения… – Про что кино и кого вы там играете? – Я играю некого человека, который антагонист, который, в принципе, живет такой своей жизнью, он убивает людей, и, как он считает, что за дело, и делает это с точки зрения справедливости. Безумно справедливый человек, у которого отсутствует страх, и, скажем так, в процессе истории мы узнаем о его судьбе, почему и что заставило человека стать таким бесстрашным, и наплевательски относиться к смерти, и к своей в том числе, который не боится этого и так далее. И он встречает девушку, у которой совершенно другие взгляды на справедливость, и которая также считает себя безумно справедливым человеком, и которая считает то, что людей, которые совершают очень плохие действия, нужно наказывать, только наказывать их нужно немножко по-другому. И они влюбляются в друг друга, происходит череда таких интересных событий, и происходит столкновение интересов, но в любви. То есть это драматическое все-таки история? Это романтическое, драматическое, очень хорошее кино. И, наверное, я думаю, что оно получилось таким, каким мы его... При этом, насколько я понимаю, вы еще не видели целиком. Целиком нет, целиком я его не видел, я видел... Ну, у вас установки правильные, потому что оно получилось, и получилось хорошо. Мы финишируем вот следующим образом. В этом красном мешочке есть четыре фишки, вы должны выбрать одну. Самое интересное. Да, да. Выбирайте. Вот, скажете, какого цвета, и такого же цвета выберите карточку. Да, у вас вопрос. Та-да-да-да-да. Так, это белое. Белое. Да, белое – это свободный вопрос. Это значит тогда, что я сам задам вам вопрос, потому что на белых карточках никакого вопроса нет. Там просто написано «свободный вопрос». Свободный вопрос. А вы сказали, что ваш герой убивает людей. Есть какие-то гипотетические обстоятельства для себя? Вот вы можете себя представить... Убийцей? Убийцей, да. Вы можете убить за что-то, за кого-нибудь? Это очень трудный вопрос. Что должно произойти, что должно случиться, чтобы Саша Петров взял что-то в руки или какими руками кого-то задушил? Там, не знаю, с кем здесь это может такое быть? Я думаю, да. Я думаю, да. Потому что это такая человеческая природа, которая иногда клетки человека начинают... Некоторые клетки организма начинают совершенно по-другому работать и начинают... О которых мы даже не догадываемся и не знаем. И как раз-таки ты пытаешься включить эти клетки во время съемок или репетиций того или иного фильма или спектакля. Ты пытаешься включить эти клетки, пытаешься ответить себе честно на вопрос. Ну, с точки зрения Гамлета, например. Потому что человек там весь спектакль ходит и говорит... Убить или не убить. Убить или не убить. Но с другой стороны, а как это подойти к человеку, его убить? Что это такое? Конечно, это безумный страх. Но он понимает, что он поставлен в те рамки, в которых он не может сделать по-другому. И, наверное, как и все мы, как и все живые существа и живые люди, я отвечу честно на этот вопрос. Что если я встану в рамки Гамлета, то природа откроет те клетки, как она открыла Гамлету, которые, наверное, могут позволить это сделать. Но я бы, конечно, безумно не хотел. Я бы хотел, чтобы эти клетки открывались именно в спектаклях и фильмах. Чтобы зрители, посмотрев это, отвечали себе на вопрос, для чего они живут, с какой целью и что нужно делать в жизни, для того, чтобы жизнь стала ярче и добрее вокруг них. Я так люблю, когда мне неожиданно отвечают на вопросы. Сегодня несколько таких ответов было. Я уверен, что наша с Александром Беседой войдет в очередную книгу из серии «ДА-4 кадровых правды» про кино. Эту книгу я дарю вам. И огромное вам спасибо за беседу. Действительно, было неожиданно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА